Добрый день, уважаемые радиослушатели! В Латвии стало очень актуальной, потому что очень много людей потеряли работу. У нас количество безработных перевалило за 10%, и это показатель, который уже давно не отмечался, потому что был, наоборот, дефицит рабочих рук. И в этой связи нам казалось, что везде так плохо, везде люди теряют работу, и те опасения, которые озвучивались по поводу того, что новая волна кризиса вызовет новую волну эмиграции, они тоже стали циркулировать в общественном пространстве. И тут вот коллеги из Германии вышли с сообщением, что в стране вступил в силу новый закон о въезде квалифицированных специалистов из третьих стран, в том числе России и Украины. Теперь любой специалист, подтвержденный квалификацией, может въехать в страну на полгода для поиска работы. Но сразу можем отметить, что сильно отличаются условия вот этого въезда от тех, которые предлагала Латвия до сих пор для гастарбайтеров, потому что человек не мог въехать для поиска работы, он мог въехать уже по существующему приглашению от организации, которая хочет его нанять. И эта организация гарантировала, что она будет ему платить определенную зарплату, будет обеспечивать ему местожительство, ну все социальные условия, которые требуются. И сегодня мы хотим поговорить об этих различиях и тех возможностях, которые получают действительно люди, имеющие квалификацию в условиях, когда мир, как казалось бы, рушится и экономика всей Европы переживает тяжелые времена. Итак, у нас на связи по скайпу Александр Васильев. Добрый день, Александр. Слышите вы нас? Что-то у нас пропали. Так, еще раз попробуем связаться с Александром. А тем временем хочу сказать, что действительно Германия, видимо, имеет какую-то свою программу привлечения рабочих рук и квалифицированных кадров. И, возможно, это для нее какой-то шанс получить тех специалистов, которых она раньше не могла переманить из других стран. Потому что они все были в пределе, все имели какую-то работу. Итак, Александр у нас вроде бы появился. Александр, добрый день. Добрый день. Добрый день. И, к сожалению, в негативном для Латвии как бы ключе. Потому что если смотреть по данным, которые публикуют сейчас Центральное статистическое управление, безработица стремительно в Латвии растет. Если еще в конце прошлого года она находилась ниже 6%, 5,8% наяву 2019 года, то уже в феврале 6,7%, в марте 7,3%, последние данные апреля месяца, которые только что публиковало ТСУ в Латвийской републике, уже 9,2%. Или, если говорить в абсолютных цифрах, для Латвии это большое число, 89,5%, ну, фактически 90 тысяч человек. И это только те безработные, которые зарегистрированы, а у нас еще есть десятки тысяч людей, которые находятся и получают пособие по простою. Ну да, но кроме того, есть еще длительные безработные, которые фактически утратили право на пособие, но работы так и не нашли. И этих людей тоже, наверное, не одна тысяча, может быть, около 10 тысяч. Это была проблема социальная, которую пытались решать с помощью европейских фондов, насколько я понимаю, в предыдущие годы. Но не очень успешно, потому что я занималась этим вопросом и могу сказать, что, к сожалению, эти средства были потрачены очень много на так называемые мягкие проекты. То есть разнообразная консультация, то есть сотни тысяч консультаций было оказано этим людям, которые остались без работы. И те программы, которые были действительно эффективны, то есть программы практики, они использовались очень незначительно. Хотя именно они давали именно большой процент трудоустройства для людей, которые длительно не могли найти работу. И, как правило, это люди старше 50 лет. Ну и молодые люди, которые тоже не имеют практики, не имеют опыта работы, и, соответственно, им трудно показать свою квалификацию, доказать работодателю, что они действительно достойны того рабочего места, которое они ищут. Давайте мы сейчас попросим нашего звукорежиссера Евгения Копейна связаться с Еленой Хельмерт, которая представляет союз мигрантских организаций Саксонии в Германии. И спросить у нее, каким образом сейчас Германия привлекает трудовые ресурсы, трудовых иммигрантов, и почему условия для привлечения этих людей такие, ну, с нашей точки зрения, достаточно мягкие. Потому что людям дается виза на 6 месяцев для въезда в Германию на облегченных условиях и поиска работы в течение этих 6 месяцев. То есть они самостоятельно могут посмотреть на месте, что предлагается на рынке труда, и каким-то образом сделать свой выбор, остаться им в Германии или все-таки вернуться обратно, искать работу на родине. Есть у нас связь с Еленой. Елена, добрый день. Здравствуйте. Да, вы нас слышите. Итак, вот мы сейчас обсуждаем с нашим соведущим Александром Васильевым ситуацию в Германии в сравнении с Латвией. И говорим о том, что в Латвии, к сожалению, до сих пор система привлечения трудовых мигрантов была достаточно жесткая. То есть человек мог въехать в страну, только имея уже приглашение от работодателя, какие-то гарантии, минимальные зарплаты, жилищного устройства, решения других социальных вопросов. А, насколько я понимаю, новый принятый закон Германии предусматривает, что человек может въехать на облегченных условиях на 6 месяцев и самостоятельно найти работу. Хорошо это или плохо? Почему именно такая система существует? Можете ли вы нам сказать? Да, пожалуйста. Закон об иммиграции специалистов вступил в силу 1 марта 2020 года. И он признан облегчить процедуру трудоустройства в Германии иностранным специалистам. Устроиться на работу теперь могут не только обладатели высшего образования, но и представители рабочих специальностей. По оценке федерального правительства, благодаря новым правилам в Германию, будет дополнительно приезжать 25 тысяч специалистов в год. Где можно получить информацию и эффективную помощь? Есть несколько порталов, такие как Deutschland.de и Make it in Germany. Все, кто интересуется вопросами трудоустройства и получения профессионального образования в Германии, могут получить информацию на 11 языках, в том числе и на русском. Туда можно обращаться, существует горячая линия, и там можно задать все вопросы. Если вас интересуют, какие профессии вас требуют на настоящий момент в Германии, я могу их перечислить. Особо требуются специалисты в фармацевтической и химической отрасли, также в сфере информационных технологий. Спрос наблюдательных специалистов по уходу за больными и пожилыми людьми. На представителей инженерных специальностей, исследователей и ученых в сфере естественных наук. Также не заняты вакансии в сфере строительства и авиационно-космической техники. Только в 2017 году в Германию въехало 38 тысяч специалистов из стран за пределами ЕС. А что необходимо для въезда? Это признание квалификации. Для многих вакансий полезно, а для некоторых даже обязательно. Иметь на руках признание диплома или свидетельство о профессиональной подготовке. Ну то есть это должны делать германские власти, это выдать признание? Или это можно сделать в стране пребывания человека? Каким-то образом через посольство, через консульство? Да, первое, что нужно сделать, это обратиться в посольство. На сайтах посольства уже есть разновидности, там перечислены разновидности виз. Это не только виза на 6 месяцев для поиска работы. Есть также другие визы, например, виза на получение обучения профессии в Германии, что будет очень интересно, я думаю, молодежи. И также на сайте посольства есть перечень документов, которые необходимы для получения этой визы. Елена, скажите, ну естественно, что обучение в Германии, очевидно, происходит на немецком языке, то есть у человека должно быть знание немецкого языка, прежде чем претендовать на такие вакансии, на такие программы? Знание языка, конечно, необходимо, и оно должно быть на уровне B1. Что такое B1? Можете пояснить? Это уровень знания языка, он начинается с А1 до C1, уровень знания языка. Ну то есть B1 это такая средняя, да, то есть надо уметь читать, выразить свои мысли, но не обязательно стихи Гёта цитировать. Ну, нужно понимать также, о чем говорят. Понятно. Хорошо. Этот спецификат можно получить в институте Гёта, да, в стране проживания. Понятно. Теперь, ну то есть я так понимаю, что это не антикризисная, антивирусная программа, раз закон был принят 1 марта, это такой закон, который вынашивался несколько лет, и был принят просто до пандемии, и, соответственно, он сейчас продолжает работать, или, ну, какие-то принятые... Да, этот закон действует с 2013 года. Сейчас на него были внесены некоторые изменения, что в Германию могут приезжать, например, одно из изменений, что в Германию могут приезжать не только специалисты с высшим образованием, но и профессионально-технические специальности здесь тоже котируются. Понятно. А какова роль ваших организаций, вот Союза Мигрантских Организаций Саксонии в этой программе? То есть вы помогаете людям как-то адаптироваться, ну, обрасти какими-то социальными контактами, чувствовать себя более комфортно? В чем ваша задача? В Германии уже 15 лет действуют проекты, которые финансируются Европейским социальным фондом. И данные проекты направлены на оказание помощи иностранцам в подтверждении диплома. Это не только иностранцы, которые на данный момент, например, проживают за рубежом, но и те, которые уже несколько лет проживают здесь, в Германии. То есть туда можно, в эти проекты можно обратиться, и консультант даст исчерпывающую консультацию по вопросу подтверждения диплома. Нужно ли проходить процедуру подтверждения, где можно потом искать работу. Эти консультации бесплатные. Я работаю в одном из таких проектов. Ко мне можно обращаться за начальной информацией. Я с удовольствием проконсультирую людей, которые хотят переехать сюда. То есть это дополнительный канал, такой социальный канал для людей, которые ищут работу, помимо того, что вы уже озвучили в начале, то есть государственных порталов, каналов, которые существуют через посольство, через консульство, где можно тоже получить информацию. Таким образом, да, то есть это разные каналы информации, по которым люди могут прийти к такому выбору в пользу работы в Германии, да? Да, да, да. Начиная от сбора документов, и когда они уже сюда приехали, также я могу их проконсультировать, где можно искать работу, кому лучше обратиться. Ну, в каждом случае, естественно, индивидуально. Понятно. Спасибо, Елена. И как, если что, можно связаться, искать союз мигрантских организаций в Саксонии? Да, я работаю, я являюсь представителем мигрантских организаций в Саксонии. В принципе, в каждой земле, в Германии их 16, в каждой земле есть такие мигрантские организации, очень много русскоговорящих, и люди, которые приезжают сюда, будет очень хорошо, если они будут налаживать контакты, даже до выезда находить контакты с такими русскоязычными организациями, где они получат всю нужную информацию. Практически в каждом городе есть русскоговорящая общественная организация. Также информацию можно получить о жизни русскоязычных диаспоры на русскоязычных сайтах журнала «Берлитский Телеграф» и «Переселенческий Вестник». Понятно. Можно обращаться ко мне по телефону. Это плюс 49, набор на Германию, 174, 49, 47, 6, 3, 1. Я повторю. Плюс 49, 174, 49, 47, 6, 3, 1. Хорошо. Я думаю, что когда запись этой программы будет выложена в YouTube, мы где-то в комментариях еще раз напишем этот номер телефона, чтобы у людей был контакт. С вами Елена. Спасибо вам за ваш комментарий. А сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Через две минутки не переключайтесь, возвращайтесь в эфир и звоните в студию по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9. Будем обсуждать вопросы трудоустройства в Латвии и за границей. Сегодня в программе «Подоплека». Итак, в программе «Подоплека» мы сегодня обсуждаем безработицу и перспективы трудоустройства в ближайшее время для тех, кто эту работу потерял, нуждаются в переквалификации и так далее. До перерыва мы переговорили с представителем Союза мигрантских организаций Саксонии Еленой Хельмерт, которая рассказала о том, как Германия привлекает трудовые ресурсы и сообщила, что 39 тысяч специалистов в прошлом году приняла эта страна и рассчитывает в этом и следующие годы принимать примерно по 25 тысяч человек ежегодно. И это не только люди с высшим образованием, но и со средне-техническим, научные кадры и так далее. Ну, в общем, как всегда, идёт сбор сливок с европейского пространства, и богатые страны могут себе позволить этими сливками пользоваться. И так, Александр Васильев у нас на прямой связи по скайпу, директор Балтийского форума, и этот вопрос к нему. Ну, это, безусловно, меня очень радует ситуация в Германии. И вы ли все абсолютно правы в том, что они фактически свои экономические проблемы будут решать за наш счёт. И не только за наш счёт, за счёт стран Восточной и Центральной Европы. Вот. Эта ситуация повторяется как бы ситуацией десятилетней давности с кризисом 2009 года. И именно тогда была очень большая волна иммиграции, трудовой иммиграции из Латвии в страны Западной Европы, в том числе в Германии. А если сравнить сейчас цифры безработицы и присоединить к нынешним цифрам тех людей, которые получают вынужденное пособие по простой, то как раз общие цифры безработицы 2009 года, декабря 2009 года, когда был максимум, и нынешние данные, они практически совпадают. И вот это вызывает очень большое, сейчас большую тревогу, в отличие от того оптимизма, который излучает наш премьер и члены правительства, которые считают, что ничего страшного. Вот сейчас карантин закончится, и все получат работу. Все страны очень станут айтишниками, как нам Карич сказал. Да, но я боюсь, что как раз ситуация повторится 2009 года, когда многие тысячи человек, причем действительно, Люся, вы правы, это фактически сливки нашего трудовых кадров, это люди с хорошим образованием, опять быстро переедут на Запад и будут восстанавливать порушенную коронавирусом экономику западных стран. А у нас ситуация будет весьма напряженная. И вот я хотел бы, может быть, продемонстрировать самыми последними цифрами нашего центрально-статистического управления о том, что промышленное производство упало в апреле по сравнению с апрелем 2019 года на 9,2%. И только за последний месяц, с марта до апреля, на 7,4%. Вот эти цифры говорят о том, смогут ли наши безработные найти реальные рабочие примеры в ближайшее время. И возвращаясь к тому вопросу, который вы мне задали в начале нашей беседы, о том, какие шаги предпринимает наше правительство, то выходит то, что она вот эти вот обещанные миллиарды, то ли 2,9, то ли 4 миллиарда, будет вкладывать как раз не в помощь, конкретную помощь людям в развитие мелкого и среднего бизнеса, который должен фактически составлять основы экономики, в крупные предприятия. Наиболее, конечно, такой, я бы сказал, скандальный даже факт, это вложение более четверти миллиарда в спасение AirBaltic. А вот на днях состоялась делёжка очередных 600 миллионов евро правительством, то большая его часть, по-моему, 285 миллионов, должна быть направлена на спасение крупных, опять же, крупных предприятий. Я, конечно, рад за железную дорогу, которая должна получить дополнительное вливание, чтобы спасти предприятия от существенного падения объёмов, грузоперевозок, но спасёт ли это общие рабочие места, особенно в гостиничном, ресторанном бизнесе, которого падение до 90% в сфере развлечения, занятости, туризма, они вносили существенный вклад в экономику, и именно им можно было бы очень быстро вывести, вернуть обратно свои позиции. Пока же цифры и прогнозы не очень неблагополучные, и падение только в этом году, по данным Всемирного банка, в Латвии будет 8,5%, а возможно и более того. Вот это вот тот негативный прогноз на развитие экономики в поиске рабочих мест. Если десятки тысяч наших сограждан опять потянутся в сторону Запада на работу, то, конечно, цифры безработицы несколько сократятся. Но сможет ли латвийская экономика потом найти и получить квалифицированные рабочие кадры для своего дальнейшего развития? Либо мы опять же застрянем в определённой стагнации, когда не будет расти ни производство, а инфляция будет ставить один рекорд за другим. И уже сейчас, даже в начале года, ещё до всего этого коронавируса, инфляция впервые стала превышать уровни развития нашей экономики. Вот о чём, наверное, надо думать, и о чём надо опасаться в самое ближайшее время. Мы можем предложить нашим радиослушателям звонить по телефону в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, с тем, чтобы поделиться своими мнениями о том, готовы ли они уехать на поиски работы за границу, в чём ситуация сегодняшняя отличается от ситуации 10-летней давности для них конкретно, в чём им сложнее, в чём им проще сегодня выживать и строить какие-то планы на будущее. А мы продолжаем нашу беседу с Александром Васильевым, директором Балтийского форума, по поводу правительственных мер. Вот, ну, с моей точки зрения, да, Германия предпринимает какие-то уже долгосрочные стратегические шаги для того, чтобы решать свои проблемы с трудовыми ресурсами, и в это время Латвия, ну, как бы, пока ограничена только декларациями, то есть никаких не озвучено программ, которые бы конкретно людям сказали, там, допустим, вот, ну, хорошо сказал, декларировал премьер, что мы хотим развивать IT, но кто может претендовать на эти программы, если там, ну, я предполагаю, что было бы разумно, чтобы эти программы соответствием образом предоставлялись на бесплатной основе людям, потерявшим работу, чтобы им выплачивалось стипендии на время обучения, переквалификации, и потом, ну, каким-то образом централизованно велся поиск вакансий для этих людей, или уже под вакансии существующие им предоставлялись эти рабочие места. Но мы таких программ сейчас не слышим от правительства, а время идёт, и вот закончится карантин, и люди уже не будут пособие простое получать, а что им? Придётся самим как-то решать свои проблемы? Получается так. Ну, здесь, к сожалению, мне кажется, часто наше правительство и наш премьер как-то находятся в параллельной реальности и не отдают, наверное, отчёт о реальных условиях жизни. Причём это не, значит, тенденция последнего времени. Вспомним несколько, два или два с половиной десятка лет назад у нас была очень развитая сахарная промышленность, и туда вложили очень сельскохозяйственное производство, вложили крестьяне большие средства в закупку техники, в закупку, значит, семенного фонда и другие. Прошло, значит, необходимое требование Евросоюза, значит, уничтожить сахарную промышленность, и никто особо не рассматривал тех же крестьян. Им сказали, надо перепрофилироваться на производство того же рапса. А что делать с умениями, с технологиями, с ноу-хау, с техникой, никто им не сказал. И вот сейчас повторяется ситуация, ну вот у нас не будет уже в ближайшее время туризма ресторанного или гостиничного бизнеса, ну перепрофилируйтесь в IT-технологии. У нас же есть звонок, Александр. Это же не просто какой-то гид. Пловеку там китайский или японский язык на протяжении пяти лет, а ему теперь говорят, перейдите в изучение IT-технологий. Ну да. По крайней мере, несерьёзно. Хорошо, давайте послушаем, что нам скажут радиослушатели. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Да, добрый день. Смотрите, вот вчера был на месте гостя, только приходил прямо в студию, человек с Министерства экономики, секретарь. Он совсем говорил другие вещи, что у нас как бы помогаем отраслям, берите там кредиты, но это не важно. Там, правда, человек с другой вселенной как будто пришёл. Вот ваше мнение. Он сказал, что люди, посмотря на пандемию, больше будут платить налоги, так как поймут, что государство им помогает. Вот на ваш взгляд, как вы думаете после этого, после таких всех реформ, что у нас там зарплаты были там по полторы, по две тысячи, нам сделали по 700 зарплаты, потолки, уйдут ли люди больше в киневую экономику или всё-таки будут платить налоги? Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, надо говорить о том, что последние цифры сбора налогов, которые озвучил руководитель нашего налогового ведомства, говорят о том, что за последний месяц они упали сразу на 23, по-моему, процента, если я не ошибаюсь. Это говорит о том, что ситуация со сбором налогов, которая всегда была, как бы шла с опережением графика, сейчас находится в глубоком минусе. Это первое. Второе. Вы знаете, да, я думаю, что он, работник того же министерства, имеет право для определённого своего оптимизма и может долго рассказывать о программах. Но было бы интересно услышать сейчас мнение конкретного предпринимателя, который бы обратился бы под этим налоговым прессом за конкретным кредитом или за целевой субсидией со стороны государства. Его обложили бы такими требованиями выделения этого кредита или этой субсидии, что он бы махнул руку и сказал бы, нет, знаете, я уж как-нибудь попробую сам выкрутиться из этой ситуации. В том-то и дело, что в основном-то направляется средство на спасение крупных предприятий, на спасение предприятий, которые, возможно, и могли бы помочь Латвии вытянуть экономику. Но посмотрите, если, например, мы вкладываем сейчас очень много в транспорт, в транспорт, в войне, как я уже говорил, в аэрболтик, в железную дорогу. Но если посмотреть по цифрам за первый квартал 2020 года, то уровень, удельный вес транспорта и хранение в прибавочной стоимости латвийской экономики только 7,6, и находится не на седьмом месте. А в основном это та же торговля, операции с недвижимостью, оказание коммерческих услуг и так далее. И всё это упирается на философию, которая сейчас открыто декламируется правящими политиками. У вас есть обязательства перед нами, вы обязаны платить налоги, вы обязаны выполнять все требования законов, но мы вам в случае чего можем и не помочь, потому что мы должны будем тогда обеспечить эти налоги. И возвращаясь к вопросу нашего радиослушателя, я абсолютно не уверен о том, что многие предприниматели, после того, как они столкнулись с ситуацией с тем же пособием по простую, когда их мурыжили очень долго, и фактически выделили, то последние цифры, самые последние цифры, за все эти месяцы выделено 28,9 миллионов евро. Это из тех миллиардов, которые обещали бросить на помощь конкретных людей. Я думаю, что в этом случае многие предприниматели задумаются о том, может быть, всё-таки, если в трудную минуту государство не готово продвинуть реально руку помощи, то есть ли смысл нам заботиться о благополучии того же государства. Она не выполняет фактически свою основную функцию. Есть ещё звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Я вообще человек далёкий от экономики, но я не понимаю. Вот тут на днях выступал один наш господин и сказал, что вот сельское хозяйство, они не должны там гастайбарты привлекать, то есть ручной труд, что должны технику использовать современную, менять всё. Для того, чтобы технику использовать, её купить надо. Потом для техники нужно горючее какое-то. Я вот не понимаю, но человек вообще в какой вселенной живёт-то? Спасибо. Да, спасибо. Ну, это, к сожалению, риторический вопрос. Но, к счастью, наверное, сельское хозяйство пострадает от коронавируса меньше всего, да? И, возможно, она, как и в прошлом году, вытянет на какие-то более или менее приемлемые цифры общеваловые в общую экономику. Конечно, это не будет плюс, это будет минус, но, может быть, не настолько глубокий. Но последние данные говорят о том, что как раз вот сейчас сельское хозяйство и потребуется очень много людей дополнительных рабочих. Это, конечно, сезонные рабочие, и я боюсь, здесь, как, может быть, наши радиослушатели не совсем права в том, что не потребуется, может быть, высококвалифицированный труд на сложной технике, а потребуется очень простой, примитивный труд при сборе клубники вручную, при, значит, каких-то работах, связанных в животном подстве, которые не требуют высокой квалификации. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. У нас есть еще звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Ну вот, с точки зрения, что касается, есть рабочая сила или нет, то у нас ее есть и достаточно есть. И с точки зрения, есть неправильная государственная система. Мы сами создали такую систему, то есть государство не понимает, что оно вообще делает. Оно просто плывет. Я объясню, в чем заключается причина. Мы выделяем деньги на биржу труда. Мы пытаем людей там содержать. Они идут устраиваться, через какое-то время приходят, увольняются. Вопрос такой. Эти деньги нужно государству совершенно по другим программам делать. То есть строить социальные рабочие места. И тогда будет решаться проблема. На сегодняшний день эти люди могли бы убирать в сельском хозяйстве. Эти люди могли бы работать. Но само государство создало такую систему. И то, что есть у нас в государственной системе, никогда нас на удачу не будет. Мы совершенно эти деньги раздеребанят, разворуют и так далее. И государство живет за счет европейских пособий. То есть оно, азеркальное отражение нашего безработного. И пока нас не будут приняты политики, пока нас не будет в этих политиках править, пока нас не будет ответственности, алло, пока нас этого не будет, мы обречены на неудачу. Никогда здесь ничего не будет решаться. Понятно. Спасибо за ваше мнение. Значит, ну, это вопрос о социальной системе государства, наверное, не сейчас и не таким образом он должен решаться, этот вопрос. Но, по сути-то, наверное, речь опять-таки встает о каких-то приоритетах, о стратегии, которые либо есть, либо нет. К сожалению, видимо, в данном вопросе о трудовых ресурсах мы видим, что стратегия пока не просматривается. Потому что я помню лекцию экономиста Стокгольмской высшей школы Хансона, который обращал внимание, это было уже три года назад, на то, что существует огромная разница между количеством трудоспособного населения, которое сейчас занято на рынке труда, и молодежи, которая готовится прийти на смену этим людям. И эта разница через 5-10 лет составит примерно 80 тысяч человек. То есть, если мы сейчас не предпримем каких-то разумных мер для того, чтобы свою молодежь мотивировать работать на родине, и мы потеряем этих людей, они выучат там немецкий язык, уедут в Германию, выучат английский, уедут в Ирландию, уедут еще куда-нибудь и найдут себе рабочее место и применение, то вот эту демографическую яму никакими ресурсами местными мы просто закрыть не сможем в ближайшие 5-10 лет. То есть, вопрос сейчас стоит вообще ребром, можно так сказать. И меры требуются достаточно радикальные и быстрые, эффективные. Вот, сегодня в программе «Подоплека» мы с директором Балтийского форума Александром Васильевым обсуждали проблему безработицы, мы связались с нашими коллегами в Германии, которые рассказали нам о новых изменениях в законодательстве в Германии, позволяющих въехать квалифицированным специалистам в эту страну на полгода для того, чтобы найти себе рабочее место. Над этим работают в Германии и правительство, и мигрантские организации, которые получают помощь, опять-таки, от правительства. И, наверное, мы можем это сегодня преподнести как пример для нашей страны, которая бы могла взять на вооружение этот опыт для того, чтобы задуматься серьезно о сохранении трудового потенциала, о ликвидации безработицы, которая создалась в результате вспышки коронавируса во всей Европе. И мы надеемся, что кто-то из властимущих, из депутатов, из людей, принимающих в Латвии решения, послушает нашу программу или слышал ее в прямом эфире или посмотрит ее на Ютубе, когда она появится через несколько часов уже в доступе и прислушается к глазу народа и примет это на вооружение. В программе «Подоплека» сегодня был Александр Васильев, Елена Хельберт из Германии. Я извиняюсь. Я не могу удержаться от ироничного замечания. Блажен, кто верует. Да. Ну что, мы всегда веруем, надеемся на лучшее. Тут много можно философски рассуждать о том, почему Латвия в такой оказалась ситуацией между всеми балтийскими странами, которые, к сожалению, в чем-то действуют намного более разумно и эффективно, нежели мы. И это вызывает, конечно, тревогу и огорчение. А сегодня в программе Подоплека с вами была автор-ведущая Людмила Прибыльская, в студии работает режиссер, звукорежиссер Евгений Копеин и до следующей встречи. До свидания. Радиоболтком Эй, в чем дело? Вчера сделала